Друзья, всех приветствую! Сегодня я представляю вам одну из наиболее важных для меня работ двухсерийное видео о депортации литовцев в советское время и также о том, как эти страницы истории интерпретируются в современной России, где политические акторы являются официальными наследниками советских и задают соответствующий вектор понимания истории. Основное видео вы можете посмотреть по ссылке в закрепленном комментарии на канале In The Baltic или по подсказке, которую вы видите где-то на экране. Сегодня я представляю вам дополнительные материалы, интервью, которые не вошли в основной фильм. И сегодня я отхожу на второй план, давая высказаться моим гостям, а именно специалистам по истории тоталитаризма, ссыльным к морю лаптевых, экспертам по кремлевской пропаганде. И эта работа очень важна для понимания психологии масс при диктатуре. Кто молчал, кто содействовал, кто по итогу страдал. Как с наступлением политической оттепели менялись общества и почему, увы, советское наследие так ревностно охраняется нынешней российской властью. Я буду очень благодарна вам за поддержку моего канала. Поддержать канал можно по реквизитам в описании и с помощью кнопки супер спасибо. Ваша помощь очень мотивирует продолжать такую глобальную работу. Спасибо вам и приятного просмотра. Мамина сестра таскала эти... Сами женщины срубали и потом должны были затащить вверх на гору. Ну и присматривали тут всё. Быков мыс. С одной стороны Лена, с другой стороны море Лаптевых. Вот он как раз вылазит. И теперь смыло море уже полтора километра сколько. И все косточки, все в море пошли и всё. И здесь есть балкон. Отсюда говорили, когда праздники были, речи. Президент сделал сметонам там и здесь ночевал у моего дедушки. А тут я. Про Якутс хочу сказать. Он, конечно, очень далеко от Вильнюса. 6 тысяч километров. Если автомобилем, так, наверное, 8 тысяч. Якутск сам. Уже море Лаптевых, в котором очутились наши родители, это уже совсем 10 тысяч километров. Так вот, если мы посмотрим сюда. Вот Лена. И вот здесь были наши родители. А я родилась в самом Якутске. Моя бабушка, которая с папой моим остались в Сибири, и одни, значит, муж бабушкины, муж, аптекарь, в лагере умирает. А она со своим сыном, которому 14 лет, она каждый кусочек хлеба для него держит и сама не кушает. И она тоже первый год опухает из голода и умирает. И мой папа остается сирота там. Так это же в Сибири, в лагере. Не в лагере, а в Сибири. В Сибири. И папа сирота остается, вот ему 14 лет. Конечно, другие еще где-то имели кого-то, где-то вернуться ночевать. А он был абсолютно один, и это очень было для него тяжело. Он и спал в баржах, спал где ему попалось. Он ходил к другим людям в юрты эти. Там его приняли одну ночь, другую. Ну вот такой, значит, у него... Ему надо было одному все терпеть. Для него эта семья была все самое дорогое. И он, когда вернулся в Литву, так он все и говорил. Я могу, я ничего не боюсь. Я могу все, все пусть у меня отберут. Но что была семья, осталась. И вот интересно, почему ему эта семья так дорога была. Потому что он был очень любимый. Потому что родители его воспитали самыми красивыми способами. Например, если служанка была, она очень хорошо делала кушать. Бабушка никогда не различала, вот ты служанка, а я хозяйка. Никогда бабушка вместе с ней делали кушать. Если праздник, значит служанка всегда вместе кушает. Вместе садится. И эта служанка была настолько верна, любила своих хозяев, что она, когда уезжали, когда вывозили в Сибирь, она старалась спрятать, что она может. И она спрятала, например, была красивая посуда хрустальная, бабушка купила красивые вилки, ну, значит, серебряные. Она это все закопала и все это время держала в Сибирьи под земле возле хутора. И когда папа вернулся, служанка была жива, и она говорила, все, поехали выкапывать. И этот уже хутор был отдан другим людям. И папа поехал с ней, она показала место. Людям не сказали, что там есть спрятано, сказали, что, ну, что-то там придумали. И, значит, откопали. Ну, а он очень дружил с ссыльными, которые там были. И наши друзья, самое главное, в семье были всегда из этой группы. Ни родственники, которые здесь остались. И родственники не очень некоторые хорошо себя вели, когда увезли родителей, например. Они очень себя хорошо вели. И, ну, например, там часть какую-то взяли, наверное, этих, ну, реликвий там осталось. Все равно было всякого хорошего. Так, а вот служанка все она берегла. И вот папа очень уважал тех людей, которые особенно тяжело жили в Сибири и выдержали такие муки. Например, амбассадор Литвы Чернецкес, они были в Италии, амбассадор в Италии. В Вилла-Литуане жили, имели пятеро детей. Элеонора Чернецкеня и ее муж Чернецкес. И они, значит, вернулись, когда была уже ссылка. Он вернулся в Литву из Италии, потому что не хотел оставить свою родину. И сразу его в лагерь расстреляли. А маму вот эту, Элеонору, которая жена амбассадора, она в море Лаптевых с пятью детьми. Петью. Страшное дело, но Элеонора, она имела оптимизм большой. Она видела всегда и себя держала насчет веры, насчет каких-то хороших воспоминаний. Этих детей любила, ну, конечно, очень. И дети очень были способны. Потом художница, дочка была Вильнюсского оперного театра. Сын другой тоже, Золотые руки, который выжил. Вот все выжили, все выжили, счастью. Но она, когда уже, говорит, все в юрте сидят еле-еле. Тут эти, не блохи, а как эти? Вши. Вши этих, вши. Сколько было вши. Правда, мама? Вши, да. Ну, вышебойки эти, где вас там валили. Так она услышала какую-то песню. Или какая-то точка радио. Откуда это было, что музыка заиграла. И она или картошку там держала какую-то. А она вдруг начала танцевать. И говорит, вот вспоминают люди такое, что она танцует. Все эти уже умирают почти. А она танцует. Все равно где-то у нее вот такой оптимизм. Другой, например, был знаменитого нашего хора Ажу Люкас, руководитель. Харис Перштин. И вот этот Харис Перштин, он был один сирота. Один-один мальчик, как мой папа. Так вот мама рассказывала, говорит, Пурга, а этот Харис выходит в Пургу. Ветер. У него очень красивые волосы черные были, такие вот, как у Екатерины, такие с волнами. И говорит Пурга, а он без шапки, без ничего, без всяких там перчаток, он дирижирует, он музыку слышит себе. Значит, и там создал, потом уже в Якутске он создал первые там тоже хоры мальчиков, детей и так далее, и так далее. Ну так вот, видите, значит, это страшные условия всё равно не выбивают из человека, как сказать, веру, какие-то чувства архивы. Мы хотим, чтобы осталась какая-то память о ссылок, которые были у Моря Лаптевых. И это есть, мы дети ссыльных придумали сами сделать вот такие комплекты фотографий, каждую фотографию описать, и электронные сделают фотографии хорошей чувствительности. Ну вот, например, это есть до ссылки, как пример, если вот так посмотреть, какие люди, как они жили, вот, как они выглядели. Потом будет, как они уже ссылки, вот, например, здесь моей мамы-сестра, как раз перед ссылкой были экзамены, вот они тут уже абитура, последний год учёбы. Вот моя бабушка, например, с дедушкой, мамины мама, мамины папа, который в лагере, значит, очутился, очутился, а бабушка Ева, её звали, она в Море Лаптевых. Ну вот, тут тоже моя мама в середине, тут её сестрички тоже, все в Море Лаптевых, и моя бабушка. Без мужа, конечно. Вот, это одна из первых фотографий из американского архива, и это так выглядел вагон, аутентическая фотография. Которых перевозили люди? Да, да, да. Так выглядели наши люди. А как ты говорила, что отобрали у вас эти разные вилки серебряные? Да, серебряные положили портфель, сказали, что вам теперь не нужно, потом отдадим на месте. Ну, а мы всё верили и верили, и верили, и никакого процесса не было. Всё сказали, то делали. Ну, боялись, испугали, ну, что мы там. Трое мужчин было, трое, кажется. Когда они к вам пришли, в чём они обвинили? Как они объяснили, что они собираются вас депортировать? Какая-то формальная причина? Ничего не сказали. Всё временно, временно забирают, а в чём дело, ничего не говорили, а мы такие испуганные были, что и не спрашивали. Сколько дней вы ехали в этих эшелонах? Ехали в эшелонах, ехали, но уже как раз началась война во время поездки. Нас 14-го увезли, а 22-го началась война. Ну, и по пути мы часто останавливались, потому что на фронт эшелона ехали, и надо было пропускать. И мы уже долго ехали до Новосибирска. До Барнаула, наверное. Не-не, Барнаула, Биск, Барнаула. Потом Барнауле нас поместили, Лермонтова 33, и помнишь, что? Барак такой, общий барак был, общие комнаты были. Мы каких-то три семьи были в одном комнате, таких уже. Места очень мало было. Какие в этих поездах были условия, ну, столько ехать? Мы во время приносили вёдрах, там, какую-то поклёпку. Считали, что бандитов тут вездусь. Бандиты какие-то едут. Ехали, как их, две недели, наверное. Потому что часто останавливали, на фронт ехали, навстречу нам. Поэтому долго привезли Барнаул. А папу куда? А папу, папу уже в этой новой вильнии отделили, сказали, что с женщинами не положено мужчинам. Ну, не всех увели, а мы все, да, ну, что поделаешь. Там уже протеста не станешь протестовать. А куда его отвезли? Кого? Папу. В лагерь, в Решёты. Даже мы не знали, потом письмо получили от него, где он находится. И пять лет он там был, в этих лагерях, в Решётах. Там уже политический лагерь был. Там всех туда посылали. Решёты, это же страшное место было. Но он выжил пять лет, потому что он еще царской армии служил. И поэтому знал русский язык и рассказывал там, что уже его, его как-то уже уважали, можно сказать, кавычках. Ну, он Ленина охранял. Как там было? Ленина видел. Не видел, он был телефонист. Ленина видел. И вот как раз работал телефонистом в Смольне. Даже в охране был, по-моему, не помню, как уже там было, но Ленина то видел. Как раз во время революции он там был, в Ленинграде, в Петрограде назывался тогда. Ну, так первое, в Лаптевое море, первая зима страшная была очень, голод был. И все не умели рыбачить, как следует, наши рыбаки, молодежь. Страшно было. А как другой парабичус шел? Что с ним было, расскажи. Ну, рыбаки, уже поднимался шторм. И тогда уже не на берег, а на берегу очень волны большие. И все, значит, приплыли уже к берегу. Все ушли уже с этого кангаса, называемого. А он еще оставился последний. И как-то его оставили, и потом смотрят, что его нету. И он утонул. Видно волны, как дали, и внесли его в море. Очень интересный человек был. Студент, да, может, тогда он был. Очень такой вежливый. Помню сейчас. И смотришь, нет, нет, Арабия, сейчас нет, 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 нет. Ну, вот от себя, потом уже волны выбросили, кажется, на берег. Это бывшие ссыльные, которые из моря Лаптевых вернулись в Литву, ну через Якутск, якутские большинство их потом учились, вернулись это первые дни, когда они все вместе пошли возле, знаете, очень символическое, это тюрьма Лукишкис. Они сфотографировались возле тюрьмы, как бы они свободные, и взяли еще флаг, и вот моей двойной сестры папа, мой дядя стоит, а тут мамина сестра, вот, и так далее. Это такая, знаете, как сказать, композиция, специально придуманная. Символизм, да, такой символ? Я недавно говорила с одной моей одноклассницей, у которой папа был очень большой руководитель в советское время. И когда я училась в школе, я думала, что никто ничего не знает. Да, часть никто ничего не знала. И, например, часть функционеров семей все знали. И когда теперь встретилась, говорила с ней, она сама все рассказала, как тогда. И ее отец не смог ничего сказать, но хотя отец был прогрессивный, нам очень нравился, не буду говорить теперь фамилию, но он был большой начальник. Ну вот теперь с дочкой, когда говорю, она как раз и говорит, он все знал. И, может быть, он где-то и помог. Но если вот так посмотреть круг людей, много даже детей ссыльных не знали, что мне очень непонятно. Я не знаю, почему так надо бояться своему ребенку сказать. Ну неужели нету способов объяснить и так объяснить, чтобы ребенок, может быть, не рассказывал никому, но знал. Значит, 20 лет больше твой ребенок, ребенок ссыльных, не знает ничего про эту ситуацию. И это не один и не два, много таких. А потом, когда в классе, например, училась, вот подруги, которые тоже, у нас класс такой был, что там много было разных, ну, хороших людей, но много было и начальства. Так, знаете, и вот мы и подругами стали очень хорошими. И я знаю, они ко мне приходили, они не могли не знать ничего, они не могли не знать. Они все видели, все знали, и картины видели, и все. Но мы об этом не очень говорили. Они знали мое мнение очень хорошо, и я знала, что они знают, что я знаю. И мне это было самое важное. Значит, она знает, и это хорошо. И я такую миссию имела для себя. Я должна сделать все, чтобы как можно больше людей узнали об этом. Значит, многое зависит даже от одного человека. И проработала 20 лет, и могу посчитать, сколько людей узнали об этом. Все, которые учились, все абсолютно узнали. Историческая память — это как бы живое явление. Меняются люди, меняется их сознание. Память тоже на то, как бы формируется на каких-то фактах, или наоборот, как бы забывается что-то. И вот эти ссылки, вообще депортации, депортации — это не только ссылки на поселение где-нибудь в Сибири или на крайний север, но и депортации в лагеря. Только вот во времена репрессий эти депортации как бы были фактом жизни. И где-то тут в Литве или по возвращению с лагерей, с мест поселений и люди не могли свободно обсуждать это, как бы акцентировать какие-то важные события. И в то же самое время происходила советизация, советизация науки, советизация культуры, просвещения. И под этой советизацией, конечно, был уже сформированный и как бы представленный литовцем другой нарратив, другая историческая память, где там прогресс от обезьяны до Ленина. И что касается XX века, то освобождение мира, революция и эта положительная роль России, большевистской партии и так далее. И вот при этом выросло новое поколение, мое поколение, которое очень смутно представляло себе эти репрессии. И саму советизацию, как таковую, видели только со своего угла, со своей точки зрения. И вот только во времена перестройки, когда люди уже не боялись выступать открыто, в общественную арену пришли бывшие ссыльные, бывшие политические заключенные. Их родственники, дети. И вот они внесли вот эту тему репрессий, ссылок, лагерей в общественное сознание. Подключились некоторые историки. И с этим как бы уже эта тема репрессий, и депортации уже вошла очень твердо в наше историческое сознание. Тем более, что государство после объявления независимости поддерживало исследования, публикации. И, конечно, теперь эта политика исторической памяти в Литве очень важная сфера деятельности, познание, самосознание. И сейчас это занимает очень и очень большую роль для нас в нашем сознании, потому что противостояние как бы запада, востока, правды и лжи опять возобновилось. Когда люди возвращались на родину, они сталкивались с очень конкретными препятствиями. Во-первых, их дома были уже заняты другими людьми. Во-вторых, они не получали прописки, чтобы устроиться, чтобы найти работу. Но к этим добавлялось отношение с теми, которые не были в ссылке, которые были под давлением оккупационной власти и которые как-то приспособились к новым отношениям. И ссыльные, как и вернувшиеся лагерники, чувствовали себя оторженными. От них шарахались, боялись их. Но известно, что уже в 1940 году, после оккупации Литвы, сперва НКВД, попозднее, уже от 1940 года НКГБ, то есть Народный комиссариат государственной безопасности, старался найти сотрудников не только среди левых интеллигентов, не только среди бедняков, но и под давлением психологическим и физическим вербовали людей к сотрудничеству с различных слоев общества. И было, конечно, очень трудно в таких условиях общаться, знать, кто есть кто. И этот раскол, ну, конечно, он, как бы, происходил, но насколько был он глубокий, это очень тяжело обобщить, потому что мы можем только посчитать, сколько людей сотрудничало, сколько было вывезено, но большинство то не сотрудничали и не были вывезены. И сколько из них были на какой стороне, это очень трудно определить. Историки мало имеют таких источников, которые позволили бы точно это исследовать. И люди помалкивали только в близком кругу, как бы были посмелее, но и то известно, что были случаи, когда даже члены семьи выдавали своих под давлением. Что касается исследования репрессий потерпевших, репрессивных органов, эти темы очень стали важны во времена перестройки. И после провозглашения Литвой независимости, после становления Российской Федерации как отдельного самостоятельного государства, на первый план вышли как раз те историки, которые брали эти новые темы, которые прежде были запрещенные, невозможные для изучения. И в России как раз целое движение таких людей и историков-профессионалов, и историков-любителей создалось, которое потом оформилось как мемориал, все знаем. В Литве сразу же профессиональные историки и брались за эти темы уже во времена Саидиса, и уже после провозглашения независимости, уже были, как бы сказать, уровни институциональны, эти темы изучаемые. И так появился Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы. Но также надо сказать, что историки и других институций, например, Института истории Литвы, отдельных университетов стали изучать эти темы, но не только историки, но и психологи, и гуманитарии из других областей. Сотрудничество между литовскими и российскими исследователями, конечно, было. И вело к хорошим результатам, но, как говорят русские, этих дел было не в проворот. Все исследовать, конечно, невозможно. И это сотрудничество привело к позитивным результатам. Были конференции, были публикации. Это освещалось по радио, в телевидении, пресса. Но, конечно, с поворотом России назад или на восток это все как бы сужало, сужалось. И, как понимаем, совсем закончилось. Ну, здесь очевидно, что они возвращаются, скажем так, к своему советскому видению истории, который у них был именно в период как раз Советского Союза. Ну, вот после Сталина это Брежневское отношение как раз к теме Второй мировой войны. И тут можно провести такой вот параллель, да, как раз именно с этим периодом. То есть это Путин, Дефис Брежнев, да. И, соответственно, вот Асламбек Дудаев, который известный как Владислав Сурков, это зам как раз руководителя администрации президента, он продвигал как раз концепцию как раз победы в так называемой Великой Отечественной войне как цементирующий такой фактор российской нации. То есть, ну, российская слэш советская нация. И в этом плане, конечно же, то, что сейчас происходит, да, это уничтожение определенного такого попытки синтеза, который был в период как раз Ельцина и поздний Ельцинский, и раннепутинский, поздний Ельцинский период, да, когда была попытка такого национального примирения, да, то есть как раз объединить, ну, заявить о том, что гражданская война в России закончилась, да, что белые и красные, они примирились. И сейчас это абсолютно уже не получилось. Сейчас уже мы видим акценты расставлены, ну, понятно как. И, конечно же, здесь, в данном случае, они опираются полностью на трактовку неосоветскую, да, и в чем-то даже более радикальную, чем это было в период того же Советского Союза, потому что мы знаем, как, в общем-то, отношение брежневской пропаганды, это никогда больше, ну, фактически по отношению к... Не можем повторить, а никогда больше, да. То есть сейчас мы видим, что, в общем-то, как они заявляли, что можем повторить, они действительно это и повторяют, и занимаются, в общем-то, в каком-то смысле такой реконструкцией, да, Второй мировой войны на территории Украины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok